Приветствую вас, друзья! С вами Виталий. Продолжим тему предыдущих видеороликов в оранжевой. Оранжевая такая будет плейлист, да? Тема продолжится по поводу пирамиды Маслова. И мы разберем здесь маленькую хитрость, о которой никто не знает. Но только мы с вами будем знать. Это секрет будет наш. Итак, друзья, тема наша посвящена адаптации к американскому менталитету. И мотивация там есть такая тема большая для личностного роста и для саморазвития. Вот саморазвитие это больше относится к индивидуальности человека. И вот этому саморазвитию не посвящается тема такой самоактуализации, да? Как прийти к самоактуализации? И пирамида Маслова, известная. Давайте изобразим ее. Ролик будет большой, ребята. Сразу предупреждаю. Две минуты, и вам будет мало посмотреть. Здесь пирамиды Маслова. А с этой стороны мы нарисуем пирамиду личностного роста. Ну вот так там ступеньками идет, да? Известная пирамида личностного роста. Когда в этой пирамиде личностного роста, напишем так, А это пирамида Маслова будет. Секрет такой интересный сейчас будет. Смотрите. Здесь мы что делаем? Здесь мы получаем какое-то образование, воспитание, личностью становимся и начинаем двигаться По пирамиде общественного структуры, какой-то иерархии, да? И достаточно сложно здесь достичь вершины, да? Потому что наверху у нас сидит кто? Персона. Персона сидит наверху. И никого туда не пускает. Правильно? И мы эту персону поднимемся сюда. Вот мы до сюда дошли. И выше не можем подняться. То есть самоактуализация невозможна практически. Достижения какие-то такие. Смотрите. Мы с вами разбираем пирамиду Маслова применительно к американскому менталитету. Дело в том, что Абрахам Маслова создал эту пирамиду. И она работает на самом деле только в самой Америке. Если мы смотрим гугл, гуглим пирамиду Маслова, и там эту пирамиду, эту шляпу, куда такое не могут присунуть, натянуть ее и на маркетинг, и на продажи. То есть слово потребление там используется. И потребление считается, это мотивация человека к действию. К какому-то вот этому покупательскому действию. То есть я пошел купить, потому что у него мотивация к потреблению. И вот эту пирамиду как-то пытаются обосновать и приклеить к различным стратегиям. На самом деле она нигде не работает, кроме самой Америки, эта пирамида. Сейчас в чем здесь фишка интересная? Вот есть такое понятие потребление мы знаем, да? Я об этом говорил. То есть мы потребляем. И это такое слово, такое избитое, да? Уже нет, только его не слышишь постоянно. Потребитель, потребитель, потребитель. Но смыслы закладываются в этот смысл. В это слово разные. В американской ментальности это другой смысл. Смотрите, здесь потребитель будет в Америке, А здесь будет при личностном росте. Вы будете покупателем. Вы будете покупать и продавать. Известно, да? Вы покупаете место на этой лестнице. Правильно? Вы продаете что-то именно при движении по этой лестнице личностного роста. Вы продаете свое время, свои ресурсы, свою жизнь продаете, да? Свои силы продаете. И взамен получаете вот некоторое такое общественное движение по какой-то лестнице социальной, да? И там на какую-то жерлочку залазите. То есть здесь приходит продажа. И вот здесь приходит покупка. Покупка. Здесь будет стояться покупателем или продавцом. И вот здесь работает маркетинг, покупательско-продавательный, да? Маркетинг. Здесь такого маркетинга нет в Америке. Здесь другой маркетинг. Здесь маркетологи победили, но они победили, как потребители. А потребитель, наверное, другое. Потребитель не является покупателем. Такая сложная будет достаточно концепция в голове складывается. Потому что в ваше сознание вы привыкли ставить знак равенства между потребителем и покупателем. Но это совершенно другие и разные вещи. Но наш маркетинг и наши продажи и наш бизнес, в общем, все перепутал. И он учится вот здесь, в Америке, как чему там, или в Европе каким-то бизнес-моделям. Пытается применить это сюда. Это... Тут этого нет. Тут нет этих моделей конкуренции, соперничества какого-то и так далее. Которые нам объясняют, что вы какие-то модели применяете в бизнесе, вот в этом. И вы достигнете успеха на этом, на пирамиде общественного, покупательного рынка. Да? Смотрите. Потребление что бы означает? Это потребление. Это потребление, то есть, как конечного продукта. Понимаете? То есть, покупатель покупает продукт, какой-то товар. И ценность этого товара для него сразу падает. В момент покупки он эмоционально заряжается энергией от этого товара. И как только энергия зарядилась, на завтра он уже его не радует, этот товар. Правильно? В приличностном росте так и происходит. Ты сегодня купил какой-то автомобиль, он тебя радует, завтра он тебя уже не радует. Это вот здесь. Здесь, когда вы покупаете, приобретаете автомобиль, вы его приобретаете для потребления. Для конечного потребления. То есть, ваша внутренняя задача употребить продукт полностью. То есть, полностью до нуля. То есть, и в этом американском менталитете имеется такое понятие, ну, такого трэша, разрушения какого-то Тотала. Тотал там пишется такое слово. Тотал, да? Тотал. В Тотал ушел автомобиль. То есть, его тотально разрушили. Его повреждения такие, что он в восстановлении не подлежит. По оценке какой-то там страховой компании. Хотя наши умельцы, наши люди берут эти машины, восстанавливают и, значит, продают. Потому что они вот отсюда пришли. С личностного роста. Но американцы так не делают. Они не будут этот предмет делать с ним какое-то восстановление. Почему они не будут делать это? Почему они не будут тратить свое время? То есть, они не будут здесь останавливаться. Смотрите, потребительская пирамида, вот эта потребительская пирамида, существует в Америке, потому что потребление возобновляемое состояние. Понимаете? То есть, вы не можете, то есть, пирамида существует, пока существует потребление. Допустим, здесь потребление, потребность, там, говорится, в безопасности, да, безопасности, потом питание, допустим, какие-то размножения сексуальные и так далее, потребности в каком-то знаниях и так далее. Ну и самоактуализация там наверху находится. Так вот, смысл здесь в чем интересный? При потреблении, как только вы закрываете потребность, пирамида исчезает. То есть, если вы закрыли потребность безопасности, полностью закрыли, то пирамида исчезает. Соответственно, следующие потребности у вас уже удовлетворены априори, потому что безопасность закрыта. Соответственно, пирамиды нет. И вы достичь до самоактуализации не можете. Поэтому в Америке существует потребность, как бы сказать, она возобновляемая в моменте. То есть, ежедневно, ежечасно эти потребности возобновляются. Они не удовлетворяются полностью. То есть, вы удовлетворили потребность безопасности. Как только вы перешли в эту потребность, у вас возникла здесь проблема. То есть, эта потребность опять начинает актуализироваться. Понимаете? То есть, самоактуализация происходит здесь. То есть, пирамида переворачивается. Вы самоактуализацию произвели на уровне безопасности, перешли дальше в следующий уровень потребления. Здесь потребление закрыли, что-то потребили полностью. Соответственно, самоактуализация произошла, и вы опять перешли. И так поднимаетесь, но она опять появляется в потребности. То есть вы вроде бы только что безопасность обеспечили, и отошли в сторонку, и у вас уже опять проблема с безопасностью. И, соответственно, в американском обществе, вы хорошо это видите, проблема с безопасностью существует, потому что отсутствует посредник. Нет личности между людьми. Поэтому безопасность, мы видим большой культ оружия, вооружения тотального у всех машин автомобилей, у большинства машины, как мы говорим о Техасе, у человека пистолет в сейфе автомобиля и так далее. То есть безопасность здесь как потребность. Здесь будет естественная потребность безопасности. Нет. Здесь потребность. Вы купили защиту себе. Вы защиту купили, вы защитились, и все. У вас пирамида сложилась. Как только вас обеспечили защитой. Вас обеспечили защитой, вы себя обеспечили защитой, купили защиту эту, и все. Вы заплатили за защиту в этой состоянии. И она стабильна. И вы можете спокойно двигаться по лестнице. Здесь вы не можете спокойно употреблять, потому что у вас перешли на другой уровень, но уже когда вы перешли, вы получили опять возобновляемую потребность безопасности. То есть здесь такой пирамиды не может быть. Как по слову, там не существует пирамида личностного роста. Если у вас пирамида потребления, она получается более живая. Понимаете? Она более живая, более быстрая. Это такой достаточно прямой, быстрый и рискованный путь. Дойти до самоактуализации через потребление. Но здесь у нас большой такой секретик есть в том, что потреблять, слово потреблять, используется как тотальное потребление. То есть total. Тотальное потребление, тотальное разрушение, то есть тотальная самоактуализация предмета потребления. Чтобы предмет потребления самоактуализировался, развился полностью, раскрыл свой потенциал и раскрыл все свое внутреннее состояние, он должен разрушиться, состариться, износиться и разрушиться. То есть в стадии потребления мы приобрели продукт и начинаем его употреблять, и в момент употребления он начинает свои качества внутренние на себя направлять и саморазрушать себя. То есть мы разрушаем предметы потребления, любые предметы, берем предметы потребления и юзаем их. То есть мы здесь используем слово юз, юзаем, юзаем. Здесь мы ничего поюзать не можем. То есть если слово мы применяем к личностному росту, мы говорим, мы хотим использовать, применяем это к какой-то личности, то, соответственно, мы получаем конфликт. Ни одна личность не даст себя использовать. Понимаете, конфликт, конфликт образовался, потому что здесь находится соревнование, противостояние, противоборство. Здесь нет соревнования, здесь нет противоборства. Видите, здесь потребление, юзать. Люди юзают сами себя. То есть во время потребления люди сами себя юзают, сами себя используют до саморазрушения. То есть чтобы прийти к самоактуализации, человек себя во время потребления самого себя юзает. Правильно? Самого себя юзает. То есть смотрите, и получается у нас, ну мы ее нарисовали как пирамиду, да? Мы можем нарисовать и как, по-другому, если вы эту пирамиду видите, мы можем нарисовать, как какая-то волна, допустим, да? То есть волной так это идет. Волна. Это и более интересно, и более понятно, потому что, ну допустим, человек юзает собственное тело, и что он делает? Он занимается на волнах, серфингом занимается, да? Серфингом занимается, серфингом профессионально занимается, достигает каких-то высот там, в каком-то сообществе, да? И вдруг к нему приходит в голову идея, там, снимать себя на видео во время юзания своего тела, с этого моря, этого океана, этой доски. И рождается такая концепция GoPro. То есть человек не является там программистом, не является работником какой-то оптической отрасли, там, цифровой и так далее. Ему просто пришла в голову идея, вот самоактуализация произошла. На волне вот этой, видите, волна идет. На волне потребления самого себя, своего тела, к нему приходит идея, идейка, самоактуализация произошла, ему окончательно охота самоактуализации провести, увидеть себя, увидеть себя вот в этом движении, увидеть момент какого-то потребления, увидеть себя. Ему приходит и голову, и мы видим, что человек создал продукт, продукт, который теперь юзают миллионы людей. Продукт называется GoPro, да? Или какие-то еще другие там реплики уже там другого производителя. Но концепция была изобретена именно вот в этом состоянии, в состоянии потребления движения. Но это движение рискованное, оно должно быть профессионально, то есть человек начинает профессионально движение потребления самого себя. Но в этот момент он обеспечивает себе безопасность, обеспечивает себе другие потребности, их потребляет и приходит к самоактуализации. И в этот момент смог бы человек вот здесь дойти до какой-то самоактуализации, если бы он попытался вот так вот с этой горки, вот на эту горку какую-то забраться бы, да? Что бы с ним сделалось, да? Что бы с ним сделалось? Ну, не мог бы кирпич там на Гуупру, пролетел бы вместо Гуупру, если бы он захотел вот эту горку перевалить. А здесь она горка, видите-ка, она волной. То есть такая волна потребления. Поэтому, друзья, мы сегодня делаем акцент с вами на чем? На способности через потребление прямой путь к самоактуализации для индивидуальности, для одного человека. Один человек может пройти этот путь к самоактуализации и заново потом его пройти. То есть ты дошел до самоактуализации, какая-то идея у него родилась, и дальше он опять пойдет по этому пути. Безопасность, опять все эти проблемы. Опять проблемы там, самоактуализация, если это решится у него на другом каком-то этом вопросе, да? И дойдет до другой какой-то идеи, концепции какой-то, да? И выдаст это обществу, да? Если это обществу востребовано интересно, обществу это приобретет и будет потреблять. То есть потреблять, юзать до полного старения изделий. То есть не происходит разрушения стороннего. То есть со стороны не будешь машину себе ломать, да? Или не будешь это разрушать. Оно как бы само должно разрушиться. То есть предмет потребления, то есть в американской ментальности старые предметы потребления, которые разрушаются постепенного времени, очень высоко так имеют стоимость. То есть они востребованы. То есть приобрести предмет, который уже юзанный, это хорошо, это лучше. Лучше купить вот этот плохой, как говорится у нас, какой-то плохой старый предмет, который уже полуразрушенный, там эта машина не ездит, не пойми как, да? Вот ее купить лучше для вот этой пирамиды. То есть тебе не надо покупать новый автомобиль, платить за его безопасность, и так далее, обеспечивать предмету, который вы приобрели. Вот этот предмет вы приобрели, и предмет начинает проходить процесс самоактуализации. И это во времени очень будет долго, да? Пока предмет, пока будет он саморазрушаться постепенно, да? Вы не можете, да? Поэтому вам выгоднее, вам интереснее приобретать предметы, которые уже актуализированы, да? То есть они более раскрыли свой внутренний потенциал, и вы такие предметы юзаете вместе, то есть вам тогда легче переходить по волне и достигать самоактуализации, то есть ваши предметы, то есть общество в целом, вы видите, города и так далее, они не актуализируются. То есть вы пришли в аэропорт, он такой, старый аэропорт, какой-то там Лос-Анджелес, или какой-то еще там Атланты, да? Старый аэропорт, вы такие, вау, вау, что такое все старое, ой, какой ресторан старый, вау, вау, и так далее. То есть везде процесс самоактуализации происходит. Предметов, окружающего пространства, то есть этот процесс, он масштабируется, масштабируется, распространяется, и люди в этом процессе достигают самоактуализации быстрее. Когда вокруг них предметы естественного старения, когда вокруг них их окружают, и они юзают предметы, соответственно, они сами становятся таким предметом юзания. И мы наблюдаем в американском обществе такую тему старения. То есть, люди достаточно быстро стареют. То есть, если вы посмотрите на выпускников наших старших классов русскоязычных школ в отечестве, и смотрим на выпускников аналогичных старших классов американских школ, то это два разных совершенно по образу типа людей. То есть, наши люди более молодые, более американские ребята, они уже взрослые в этом возрасте. Потому что процесс самоактуализации происходит с самого детства. То есть, он не наступает совершенно, как вот здесь начинается процесс личностного роста, когда вам говорят, что вы достигли 18-летнего возраста, теперь вы являетесь дееспособным, и вам разрешается движение по лестнице личностного роста. Вы ставите перед собой цель, мотивацию, ваши убеждения, ваши ценности соответствуют нашему обществу. Соответственно, вы можете двигаться по этой лестнице. Достигать какого-то успеха, какого-то общественного достижения. Это слово достижения здесь присутствует, мы достигаем достижение, мы пробиваемся. Здесь вы ничего не достигаете, здесь вы свободны. То есть, это движение свободное. Вы можете его совершать, это движение, можете не совершать. В любой момент вашего потребления, движения по пирамиде или по волне, когда вы поймаете эту волну, падете по волне, то совершенно вот этого не будет. Вы ни от кого не зависите. Вы зависите только от собственного потребления, юзывания самого себя, окружающего пространства, окружающих предметов. Потребляете, перемещаете эту концепцию на все. И, конечно, вы будете общаться с такими же людьми, как вы, которые также юзают, также потребляют, также стремятся самоактуализироваться и помочь другому человеку. То есть, вы встречаете другого человека именно с такой точки зрения, самоактуализации сразу. То есть, здесь вы не можете встретиться с такой точки зрения. Это у нас называется, как называется, если вы вот эту самоактуализацию, то у нас называются часовые чувства собственного величия. Такое у нас распространенное такое понятие. тот человек сразу получает себе такое клеймо на лоб. У тебя чувство собственного величия. Ты там королева без короны, да? И так далее. Здесь у вас нет никакого часа вы, нет никакого королева. Вы сами себя самоактуализируете. Никто на вас не обращает внимания. Все находятся в таком же потреблении. И люди смотрят друг на друга. Смотрят, наблюдают, друг друга хвалят, поощряют всячески. Когда человек достигает какого-то самоактуализации и демонстрирует это обществу. Я в тех роликах вам рассказывал, когда была тема хедмей, когда люди руками что-то делают и через предметы, которые сделаны руками, показывают, какой уровень самоактуализации у них, где они находятся, на какой волне они находятся. И люди другие смотрят, да, молодцы, мы тоже так можем. Так можем к этой самоактуализации дойти через эти предметы, которые вы сделали. Они приобретают эти предметы, которые люди с помощью рук сделали, да, хедмей. И через них приходят к следующему, к какому-то своему. Так, друзья, много наговорил. Ну, надеюсь, ролик не сильно большой. Так, спасибо вам за внимание. Вообще бы, конечно, хотелось иметь с вами обратную связь. Но вы смотрите мои ролики очень недолго. У вас терпежу не хватает. Спасибо вам за внимание. Сегодня мы с вами узнали несколько секретов американской ментальности, которых знаем только мы с вами. Больше никто не знает. Поэтому достигайте своей самоактуализации, своего успеха. Вот здесь.